Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моём канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и ст... вляй комментарий. Если положить землю на ладонь, она будет размером с монетку. Небольшую, потёртую, с едва заметным рельефом материков. Нептун рядом с ней. Бейсбольный мяч. Гладкий, тяжёлый, холодный, окрашенный в сине-стальной котенке. А теперь представьте, что где-то далеко, за пределами этой воображаемой сцены, в темноте, куда почти не долетает свет солнца, скрывается нечто ещё большее. Нечто, что не видно напрямую, но чьё присутствие ощущается, как сквозняк в закрытой комнате. Астрономы называют это планета 9. Не потому, что она обязательно существует, а потому, что иногда наука вынуждена давать имена даже призраком. В 2006 году человечество пережило странную утрату. Плутон, крошечный и далёкий, был официально лишён статуса планеты. Для учёных это было логичным шагом. Строгие определения, новые данные, порядок в классификации. Для всех остальных – почти личной обидой. Девять планет превратились в восемь. Но космос, как выяснилось, не любит пустоты. Когда эмоции улеглись, а школьные учебники были переписаны, некоторые астрономы начали замечать странности. Не в Плутоне. Он давно смирился со своей судьбой карликовой планеты. Странности проявлялись дальше. Намного дальше. В поясе Койпера, огромном регионе за орбитой Нептуна, заполненном ледяными обломками, остатками рождения Солнечной системы, объекты вели себя... неправильно. В идеальной модели Солнечной системы планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости. Эта плоскость слегка наклонена с К, примерно на 6 градусов. Но в целом всё выглядит аккуратно, как виниловые пластинки, аккуратно надетые на один им... тот же штырь. Но малые тела Паеса Койпера не желали соблюдать порядок. Их орбиты вытягивались, наклонялись, группировались странным образом, словно кто-то невидимый медленно, но настойчиво подталкивал их, направлял, собирал в космические стаи. Эти движения нельзя было объяснить влиянием известных планет. Даже Нептун, массивный и грозный, не подходил на роль виновника. Космос, словно шептал. Здесь есть и ещё кто. То. В 2016 году группа исследователей решилась произнести это вслух. Если наблюдаемые аномалии реальны, а данные упрямо подтверждали их, значит где-то за Нептуном должна находиться массивная планета. Не просто ещё один ледяной шар, а настоящий гигант. В 10 раз тяжелее Земли, с вытянутой эллиптической орбитой, больше похожей на кометную, чем на планетарную. Её путь вокруг Солнца мог занимать 10, 15, а то и 20 тысяч лет. Она была слишком далёкой, слишком холодной и слишком медленной, чтобы легко попасться в объектив телескопа. И всё же она объясняла почти всё. Расстояние. Главный враг астронома. Если Нептун находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, то предполагаемая девятая планета может быть удалена в 20-30 раз дальше самого Нептуна. Там солнечный свет уже не освещает. Он лишь робко касается поверхности, ослабевая с каждым миллиардом километров. Чтобы понять масштаб, учёные любят мысленные эксперименты. Если бы луч света стартовал от Солнца, он достиг бы Земли примерно за 8 минут. До Нептуна – за 4 часа. А до предполагаемой девятой планеты он летел бы почти сутки. И это только в одну сторону. Каждый фотон, добравшийся туда. Редкий гость. Каждый отражённый фотон – почти чудо. Чтобы увидеть объект в видимом свете, фотону нужно проделать двойной путь. От Солнца до планеты и обратно к Земле. На таких дистанциях это почти приговор. Даже самые мощные телескопы смотрят туда, как в угольную шахту без фонаря. В инфракрасном диапазоне ситуация чуть лучше. Планета может излучать собственное тепло, остаточное, медленно уходящее в пустоту. Это тепло – не след жизни, а эхо рождения, память о сжатии вещества миллиарды лет назад. Но и здесь она будет в сотню раз тусклее, чем хотелось бы. На фоне космического шума, реликтового излучения и далёких галактик её сигнал почти растворяется. И всё же именно здесь появился шанс. Если нельзя увидеть отражённый свет, нужно искать тепло. Космические инфракрасные телескопы – старые, почти забытые архивы данных – стали новым оружием. Спутники ИРА-СИА-Кари когда-то сканировали небо, фиксируя слабые тепловые сигнатуры далёких объектов. Они не искали девятую планету. Тогда о ней ещё почти никто не думал. Но данные сохранились. Учёные начали сравнивать снимки, сделанные с разницей в годы и десятилетия. Они искали не яркость, а движение. Медленная, почти незаметная, как рост травы. И одна точка оказалась подозрительной. На снимках ИРА-С-объект выглядел как едва заметное пятнышко. На данных о Кари он был уже в другом месте. Смещение было крошечным, почти на грани ошибки измерений. Но оно было систематичным. Это не было стероиса слишком медленно. Это не была далёкая галактика у Уолстона. Они не смещаются. Оставался самый неудобный вариант. Это было что-то массивное и очень далёкое. Но прежде чем говорить о новой планете, нужно было исключить главного врага наблюдений. Параллакс – старый трюк Вселенной. Когда Земля движется по орбите вокруг Солнца, нам кажется, что далёкие объекты слегка смещаются на фоне ещё более далёких. Это полезно для измерения расстояний, но смертельно опасно для сенсаций. Чтобы исключить параллакс, исследователи сравнивали изображения, сделанные в одну и ту же дату, но в разные годы. Земля находилась в одинаковом положении, а значит, иллюзия должна была исчезнуть. Но объект всё равно двигался. За 23 года совсем чуть-чуть. Но достаточно, чтобы понять – он не иллюзия. Когда учёные попытались оценить свойства объекта, возникло новое удивление. Массу нельзя измерить напрямую. Её приходится угадывать по влиянию на других. Это как судить о невидимом человеке по тому, как скрипят половицы. Расчёты показывали. Если этот объект действительно объясняет странные орбиты тел пояса Койпера, он должен быть очень тяжёлым. Не просто в несколько раз массивнее Земли. Возможно, сравнимым с Нептуном или даже превосходящим его. Это ломало привычную картину Солнечной системы. Гигант, выброшенный на окраину, словно изгнанник, переживший формирование планеты, оставшейся в холодном одиночестве на миллиарды лет. Возникли альтернативные гипотезы. Может быть, это вовсе не планета, а древняя коричневая карликовая звезда? Или остаток межзвёздного объекта, захваченного Солнцем в молодости, когда оно ещё находилось в плотном звёздном скоплении? Каждая версия, требовала пересмотра учебников. Если девятая планета существует и так массивно, это означает, что Солнечная система куда сложнее и драматичнее, чем принято считать. В прошлом здесь могли происходить гравитационные катастрофы, выбросы, столкновения миров. Ответов пока нет. Самая большая проблема – время. Планета движется так медленно, что за человеческую жизнь её путь почти не заметен. Она не спешит. Космос не торопится. Если Земля проходит по своей орбите за год, то девятой планете для такого же путешествия нужны тысячелетия. Она словно стрелка часов, делающая один шаг за эпоху. Это означает, что каждое наблюдение – лишь точка. Чтобы увидеть линию, нужно много точек, растянутых на десятилетия. Поэтому учёные обращаются к архивам, старым данным, забытым миссиям. Некоторые из этих снимков были сделаны людьми, которые уже не работают в науке. Некоторые – теми, кого уже нет в живых. Поиск девятой планеты стал диалогом поколений. Чтобы подтвердить открытие, нужны годы новых наблюдений. Обычные телескопы. Терпение. Ошибки. Разочарование. Но каждый новый снимок – это ещё один шаг по следу. Когда факт существования объекта начинает казаться возможным, возникает следующий, куда более тревожный вопрос. Откуда он взялся? Современная картина рождения Солнечной системы достаточно стройна. Молодое Солнце окружал протопланетный диск. Вращающееся облако газа и пыли. Из него постепенно формировались планеты. Почти все в одной плоскости, на относительно стабильных орбитах. Но девятая планета не вписывается в этот порядок. Её орбита слишком вытянута. Её наклон слишком велик. Её положение слишком далёкое. Всё это намекает. Либо в прошлом Солнечной системы произошло нечто драматичное, либо этот объект вообще не был её частью изначально. В ранней Солнечной системе гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могли мигрировать. Их гравитация была чудовищной, а орбиты – нестабильными. В таком хаосе дополнительные массивные тела могли либо упасть на Солнце, либо быть выброшенными далеко наружу. В этом сценарии девятая планета родилась здесь же. Из того же вещества, что и остальные. Но гравитационный танец гигантов выбросил её на периферию. На вытянутую, холодную орбиту, где она застряла навсегда, как камень, брошенный, слишком слабо, чтобы покинуть систему. Но достаточно далеко, чтобы никогда не вернуться. Солнце, вероятно, родилось не в одиночестве, а в плотном звёздном скоплении. Молодые звёзды проходили близко друг к другу, обменивались гравитационными ударами и даже могли красть планеты. В таком мире девятая планета могла быть чужой. Она могла сформироваться вокруг другой звезды лишь позже, в результате редкой, но возможной встречи, оказаться захваченной Солнцем. Это объяснило бы её странную орбиту, как след насильственного переселения. Если это так, то в нашей системе есть настоящий межзвёздный эмигрант. Мир, который видел другое Солнце. Самый экзотический вариант. Девятая планета может быть остатком коричневого карлика или субзвёздного объекта, не набравшего достаточной массы для термоядерных реакций. Такой объект был бы чрезвычайно плотным и массивным, но тусклым, почти невидимым, идеальным кандидатом для того, чтобы десятилетиями ускользать от наблюдений. Каждый из этих сценариев меняет наше понимание Солнечной системы. Она перестаёт быть спокойным, упорядоченным местом и превращается в арену древних катастроф, захватов и изгнаний. И, возможно, девятая планета – последний немой свидетель этих событий. Продолжение следует...